Андрей Малахов покидает Первый канал, а в Пермском международном марафоне будет участвовать 4-летний Березняковец. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Это новости на ТНТ в студии Екатерина Кравцова. И вот главные темы дня. Не учел дистанцию, какой была единственная авария за выходные. Рыбак-рыбака встречает издалека. За нашими ершами и лещами охотились рыболовы со всего края. Муж стал ходить на рыбалку. Естественно, хочется проводить время с ним. Когда море – дом родной. В Березняках отметили день ВМФ. Все выходят, кто гордится тем, что служил. В Березняках возможны обрывы линий электропередач и сход шифера с кровли. Завтра и послезавтра на территории всего края ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер. МЧС предупреждает – воздержитесь от выездов на природу. Во время шторма спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Возможно усиление ветра до 25 метров в секунду. Водителям необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения и скоростной режим. Большое количество осадков может усугубить паводковую обстановку в крае. Существует вероятность возникновения заторов на дорогах. Возможно задержка или отмена авиарейсов. Уходя из дома, не забудьте закрыть окна и выключить электроприборы. Если вы находитесь на улице, нужно найти какое-то помещение ближайшее, зайти в ближайший магазин, подъезд. Если вы находитесь дома, закройте плотно окна, двери, проверьте защелки, обязательно закройте шторы и отойдите от окна. Если он на берегу реки, скорее всего, он приехал на машине. Значит, сесть в машину, закрыть плотно окна, двери, но не включать, не заводить двигатель. И, конечно, не стоять около больших деревьев. А теперь о дорожной обстановке. Несоблюдение дистанции привело к аварии. На трассе Пермь-Березняки в 10 минутах от нашего города не поделили дорогу две иномарки. Добавлю, что это единственное ДТП за выходные. Автомобиль Ford Fusion двигался по трассе в сторону Перми. За рулем находилась девушка. По рассказам очевидцев, автоледи решила повернуть в 107-й сад. А вот поворотник включила в последний момент. Водитель автомобиля Hyundai Getz, который ехал позади, среагировать не успел. Машина улетела с проезжей части и угодила прямо в дорожный знак. Мужчина за рулем корейца не пострадал, а автоледи из Форда одеялась ушибами. В этом спорном происшествии сотрудники госавтоинспекции предварительно назвали виновником водителя автомобиля Hyundai. Ведь он в этой ситуации не соблюдал дистанцию. В эти выходные по всей стране вспоминали жертв сталинских репрессий. Местным историкам доподлинно не удалось установить точное число расстрелянных березняковцев. Но известно, что в нашем регионе были казнены 7,5 тысяч простых советских граждан. Об акции возвращения имен мы расскажем в следующем сюжете. Гильфорс Владимир Викторович расстрелян 12 января 1937 года в 47 лет. В этот воскресный день на площади первостроителей звучали имена тех, чья жизнь трагически оборвалась в 1937-38 годах. Жертвы сталинских репрессий, мужчины, женщины, старики разных профессий и национальностей. Их арестовывали, обвиняли в измене родине, шпионаже, диверсии. Ночью ставили лицом к яме и стреляли в затылок. Алексеенко Филипп Николаевич, кочегар, расстрелян 17 сентября 1937 года, ему было 43. Алексюк Дмитрий Адамович, инженер-механик, расстрелян 27 января 1938 года в возрасте 28 лет. Марс Юсупович Мусин пришел сюда и взял свой список фамилий не случайно. Его родного дядю Абдулу Мусина расстреляли в то время. И это все, что он знает. Дядя, о котором идет речь, расстреляли его в 1937 году, а я родился в 1937 году. Я летом, а его осенью расстреляли. Это же, боже упаси, в те времена об этом говорить вслух. Да и мы до того дошли, что сейчас стали свободно высказываться. Было время, что скажешь не то слово, и тебя в милицию загребут. Организатор акции «Возвращение имен» активист общественной организации «Мемориал» журналист Алексей Зайцев признался, в те годы его отец оказался по другую сторону баррикад. В армию его взяли в 1938 году. Он попал в войска НКВД. Был старшим оперуполномоченным особого отряда НКВД. В 1947 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР без суда и следствия он был осужден на 7 лет лагерей. После смерти Сталина судимость с него сняли. Чтобы обычных людей больше не делили на патриотов и предателей, чтобы вернуть имена тем, кто не успел прожить отмеренное. Каждый участник митинга читал по 5 фамилий. Список дошел и до меня. Герасимов Никифор Васильевич. Расстрелян 17 сентября 1937 года в возрасте 39 лет. Гибнер Георгий Георгиевич. Инженер. Расстрелян 14 января 1938 года. Ему было 38 лет. Ком в горле. А ведь за два часа митинга весь список озвучить так и не успели. Сегодня все участники митинга получили вот такие значки с символикой акции цифрой 74-74. Это значит, что в годы Большого террора из Пермского края были расстреляны 7474 человека. 7,5 тысяч человек, и это только в одном регионе. Во всех городах нашей страны в этот день вспоминали своих земляков, которых однажды лишили права на жизнь. Их честного имени. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Сейчас время нашей рубрики «Коротко о главном». Дайджест новостей подготовил для вас Сергей Каленек. Энергетики при Каме за пять лет необоснованно включили в тариф более полумиллиарда рублей. Пермэнерго завышали тарифы на электричество. Такие данные обнародовала Федеральная антимонопольная служба. Пресс-службе ФАС сообщили, были выявлены экономически необоснованные расходы. В 2012 году энергетики включили в стоимость электроэнергии расходы по статье «Межевание». В 2015 и 2017 годах на электрическую и тепловую энергию и на расходы на регистрацию земельных участков. Всего сумма необоснованных включений составила свыше полумиллиарда рублей. Березняковское управление пенсионного фонда напоминает, согласно федеральному закону, подписанному президентом России, работающим пенсионерам не индексируют пенсии. То есть прибавку они не получают. Пенсию с учетом проведенных ранее индексаций им будут выплачивать после увольнения. Этот закон распространяется лишь на граждан, которым назначена страховая пенсия и никак не касается людей, получающих государственную. Действие закона продлится до 2019 года. Последний месяц лета ожидается необычайно дождливым. Синоптики твердят, нас ждут лишь пара сухих дней. Похоже, эта информация порадует только грибников. А мы посмотрим, сбудутся ли на этот раз предсказания метеорологов. Но зонтики из шкафа на всякий случай достанем. Новости коротко. Подготовил для вас Сергей Коленик. Быстро и комфортно. В многофункциональных центрах Пермского края возобновляется выдача готовых заграничных паспортов старого образца. Напомним, в марте нынешнего года оказание этой услуги приостановили по запросу управления по вопросам миграции МВД России по Пермскому краю. В МФЦ можно было лишь подать документы на оформление. В преимуществе оформления и получения загранпаспорта в формате одного окна расскажем далее. Отпускная пора в разгаре и многие жители края решили получить загранпаспорта. Как следствие, перегруженность управления Федеральной миграционной службы, теснота и очереди. Своевременной мерой стало решение возобновить выдачу этого документа старого образца в многофункциональных центрах, где все приспособлено для приема большого числа посетителей. Жительница Перми Ксения одна из первых оценила все преимущества вернувшегося сервиса. Я была очень рада, когда мне позвонили и сообщили, что эта услуга возобновилась в МФЦ и что я могу получить загранпаспорт именно здесь. Здесь очень комфортно, приятно. У нас много окон приема документов. Для получения загранпаспорта и российского паспорта у нас выделены отдельные окна 16 по 19 окно. Также вы можете получить информацию о готовности паспорта, обратившись в контакт-центр. Сейчас загранпаспорт старого образца можно оформить и получить в пермских филиалах. Однако уже с завтрашнего дня их начнут выдавать и в многофункциональном центре в Березняках по адресу Карла Маркса 37. Во-первых, я думаю, это будет удобнее, потому что у нас более комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг. Нас знают практически уже все березняковцы. Всего в регионе сейчас работает 53 филиала и 213 подразделений многофункциональных центров. Более 900 видов госуслуг. И эта сеть постоянно совершенствуется. В первую очередь, услуги должны быть удобны в получении гражданам. Это значит, что, ну, в общем, они в целом должны меньше времени на них тратить. И мы будем стараться услуги реинжинирить таким образом, чтобы граждане приходили там всего один раз за получением государственной услуги. В среднем в системе МФЦ подать заявление на выдачу за гранд паспорта можно всего за 8 минут. А получить готовый документ еще быстрее. В чем и убедилась Ксения. Буквально за 5 минут мне выдали документ. Здесь минимальные очереди. Квалифицированный, доброжелательный персонал. И теперь, раз удовольствием, могу отправиться в отпуск. Дмитрий Сидельцев, Сергей Коленник. При поддержке телекомпании «Рефей». Какие арт-объекты могут появиться в Березняках и о чем говорят моряки? Об этом мы не только, мы расскажем после рекламы. Березняки креативные. Администрация города ждет идеи от березняковцев по созданию арт-объектов. Какие скульптуры скоро появятся на улицах города? Свои предложения внесла Екатерина Федорова. В центре города, возможно, даже на Советской площади, березняковцы предлагают установить арт-объект «Я люблю березняки». Отметим, что подобные достопримечательности по всей России сейчас очень актуальны. Например, в соседнем Совлекамске уже несколько лет этот арт-объект привлекает внимание туристов. Есть такие в Тюмени, Москве и других городах нашей страны. Есть и скульптуры, которые давно вписались в городскую среду, стали своеобразной мини-визитной карточкой. В Перме это знакомы всем композиции «Перьмяк с соленой ушей» и буквы на набережной «Счастье не за горами». Администрация ждет предложений по обустройству нашего города. Например, на торговой площади поступило предложение создать арт-объект продавщицы мороженого. А вот у городского музея появилась креативная идея создать композицию «Очередь». Хотя, нам кажется, скульптура «Очередь» лучше бы смотрелась у главпочтампа. А какие идеи у жителей нашего города? Интересный вопрос, конечно. Ну, может быть, какой-то именно арт-объект, который будет символизировать любовь, семью. Именно с этим связано, чтобы было там, где будут влюбленные приходить постоянно. Пусть будет первый троллейбус. А почему? Ну, троллейбусы сейчас редко в каких городах запускают. В основном уже снимают с линии. А куда бы вы поставили этот арт-объект? На колицу. Я бы чего не хотела для детей, чтобы, ну, какой-нибудь сказочный, как это, ну, не то, что персонаж, а, например, сквер, чтобы были сказочные какие-то герои, чтобы детям было интересно играть. Наверное, кубик соли какой-нибудь. Так что? Да, конечно. Почему? Где бы вы хотели разместиться? В центре города. Спортсменам каким-нибудь знаменитым в нашем городе. Уехали все спортсмены. Нет, есть. Какие-то в газете все время пишут, золотые медали возят. Мне нравится, допустим, я люблю березняки, делают из дерева надписи, чтобы фотографироваться можно. Будет такая? Да? Уже предложено. Вот, отлично. А вы бы еще что предложили? Даже не знаю. Может быть, какую-то художественную галерею сделать прямо на улице где-нибудь или еще что-то подобное. Мы тоже решили внести свое предложение о создании арт-объекта. По опыту нашей работы мы видим, что почти каждый мечтает побывать в кадре. И поэтому предлагаем установить арт-объект телевизор. А чтобы было лучше качество изображения, поставить его напротив нашей телевышки. Надеемся, что управление культуры наш сигнал поймает. Березняковцы тоже могут проявить свою фантазию, придумав название, краткое описание и место установки арт-объекта. Предложения принимаются до 14 августа 2017 года в произвольной форме. Отправляйте их по электронному адресу, который сейчас вы видите на экране. Все идеи будут рассмотрены, а самые креативные воплотятся в жизнь. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на Тенте. Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День военно-морского флота. Березняки не портовый город, но ежегодно десятки наших ребят отправляются защищать водные рубежи нашей страны. В День ВМФ мы решили выйти на улицы города, чтобы дать слово тем, кто в разные годы служил на флоте. Я служил на Камчатке в 2000 году старшим матросом на корабле МРК «Иней». Мы не пожалели, что туда попали и, скажем, гордимся этим, чтобы на флоте служили. Всем моим однослуживцам в комендатуре Балтийского флота, не в комендатуре штаба Балтийского флота, роте охраны штаба Балтийского флота, всем морпехам, с которыми служили. Привет, да? Большой-большой. Я сам служил в морской пехоте. Ну, что дает это молодым людям? Это дает уверенность в себе. А сам служил в Дагестане. Такая была ситуация, что приходилось даже маленько участвовать в боевых действиях. Больше опыта набираешься от жизни. В жизни все это все пригодится. Мне понравилась служба. Что самое запоминающееся было? Море. Выходы в походы боевые по две недели, три недели. Скучаете по морю? Очень. И собираемся ехать на юг, хотя бы там. А где служили, кем? Североморск, БЧ-3, Минно-Торпеновая часть. Этот праздник для нас, как бы среди многих, самый такой, для мужчин, самый главный, кто служил. То могут сказать, кто угодно, могут, то и моряки, и пограничники, и десантники. Все выходят, кто гордится тем, что служил. А где вы служили и когда? Балтийский флот, части морской пехоты, 91-93 год. Я всегда, вот с папой у нас свободное время, вот мы ездим купаться на море. Вот я там, я хочу служить в морском флоте. В эти выходные в наших краях прошел еще один праздник, который мужчинам пришелся по душе. Ловись рыбка большая и маленькая приговаривали в районе Камского моста. На соревнованиях по фидерной ловле съехали заядлые рыболовы со всего края. Сергей Коленник расскажет, на какое настроение клюют полутора килограммовые лещи. Ловля на фидер – рыбалка нового поколения. Фидерная удочка – снасть с кормушкой, рассчитанная на ловлю со дна. Никаких поплавков здесь нет. У удочки тонкая и мягкая верхушка. Если дернулась, значит клюет. А вот и первый трофей. На крючок перемека Антона Никонова попался 4-сантиметровый ершик. Возможно, Антон лукавит, но по его словам, это самая маленькая рыбка в его жизни. Фидерной ловлей наш герой занимается уже 4 года и обладает третьим разрядом. А вот у березняковца Виктора Леонтьева в прямом смысле клевое утро. В садке 4 огромных леща. Один из этих богатырей тянет на победу. Мужчина – явный фаворит соревнований. Но на рыбалке для него важны не спортивные победы, а душевная гармония. Это тот же отдых, только с увлечением. Кто-то любит отдыхать, волейбол там играть на природе. А я рыбалкой люблю заниматься. Кто считает, что рыбалка – мужское дело? Посмотрите сюда. Эта прекрасная девушка Кира Кокшерова на равных бьется с корифеями спортивной рыбалки. На крючок этого вида спорта ее подсадил супруг. Муж стал ходить на рыбалку. Естественно, хочется проводить время с ним. Начинаешь ездить совместно. Ну и потихоньку, потихоньку. А что сегодня по мане расскажите? Не знаю. Лещ. Подлещики, я не знаю, что это. Лучше это не показывать, ладно? Я не знаю, правда. На Камском берегу в ряд выстроились три десятка рыбаков. Основной костяк – березняки и усоли. Но поохотиться за нашей рыбкой приехали и гости из Чердани, Перми, Соликамска. Рыбалка нас всех объединяет, то есть мы смогли. Мы смогли, мы сделали. Рыбачат на определенное время на ловлю, допустим, рыбы. Конкретно. Четыре часа. Дальше все взвешивание, пошли по секторам. Взвешивали, саму удачу вы, кто больше поймал, все. По результатам взвешивания абсолютным чемпионом соревнований стал Виктор Леонтьев. Он же и взял кубок за самую большую рыбу. Это тот самый лещ – почти полтора килограмма. Антон Никонов тоже без награды не остался и увез кубок за самую маленькую рыбку. Эх, почаще бы такие соревнования проводились. Мечтают рыбаки Сергей Каленик и Виталий Третьяков. Новости на ТНТ. В это воскресенье на улицах города можно было встретить разноцветных людей. Кто-то даже счел это забавным. А дело в том, что на запасном поле стадиона «Березняки Арина Спорт» состоялся фестиваль красок Холли, где каждый почувствовал себя свободным художником. Чисто не ушла оттуда и Екатерина Федорова. Цветной вихрь поднялся над запасным стадионом «Березняки Арина Спорт». Спортивным азартом молодежь делится друг с другом розовым, синим, желтым настроением. Кажется, в таком виде и музыка веселее, и танцы энергичнее. Ну, настроение на самом деле хорошее. Погода радует, потому что очень долго откладывали сам фестиваль. А так, ну, вообще классно, нравится. Скажи, пожалуйста, почему у меня оранжевая краска? Меня не убросили. Почему только синий цвет? Потому что это наш любимый цвет. И он нам проходит. Сегодня чистым точно никто не уйдет отсюда. Скажите, зачем вы с нами пришли вообще? Какая цель? Веселиться, раскраситься. Ну, зеленый и синий, это нам так попало, прилетело. А пришли за положительными эмоциями. Кого ты ты обкидать уже успел сегодня? Да. Кого? Кого обкидал? Чувствую. Идея фестиваля пришла к нам из Индии. Праздник Холли – национальная традиция, от которой индийцы не отказываются на протяжении многих веков. Холли – один из самых ярких и красочных праздников в мире, который символизирует наступление весны и начало нового года по индийскому календарю. В Березняках этот фестиваль ни к чему не приурочен. Проходит не в первый раз и, судя по отзывам, не в последний. Меня кидали с краской. Тебе это нравится? Да. Почему? Это весело. Скажи, а ты бы так ходил каждый день в городе? Да. Давайте так всех ходить, это войдет в нашу добрую традицию. И этим самым березняки будут отличаться от всех городов. Да. Да. Я бы каждый день ходил так. Только стираться надо часто. Спасибо вам. Мама не одобрит. Спасибо вам. За удовольствие надо платить. Ни много ни мало – 150 рублей. Столько стоит пакетик с краской. Порошок пищевой отстирывается легко, поэтому проблем с одеждой быть не должно. Цель и суть, конечно же, в том, чтобы увеличить уровень радости у нас в городе. Потому что у нас город заводов, поэтому нам надо больше цветного, больше радостного, избавляться от серого. Вокруг столько зелени, но из одного зеленого цвета мало, и мы разрешили раскрасить всеми цветами этот город. А вогнали в краску и окунули в беззаботное детство. На этом празднике Екатерину Федорову и Станислава Атаманова. Новости на ТНТ. А я напоминаю, что вы тоже можете стать соавторами нашей программы и получить за это подарок. Увидели что-то интересное и необычное? Включайте камеру мобильного телефона. Мы ждем ваши видео и сообщения на электронную почту tnt.newssobacamile.ru или звоните по телефону 43 17 11. Автора лучшего ролика недели ждет сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости города. Впереди еще прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания.